Ньюсбокс Дайджест Какую награду получила певица Максим и отчего Сергей Зверев был снова в шоке? И что, наконец, сплотило артистов российского шоу-бизнеса? Еще чуть-чуть и вы узнаете обо всем этом сами в Ньюсбокс Дайджест на телеканале Russian Music Box. Победители второй реальной премии Music Box вы уже знаете. Так что теперь мы расскажем вам о самых интересных фактах грандиозного вечера в Кремле. Какие специальные награды получили некоторые звезды и за что? Почему группа Five Star Family не взяла статуэтку и за кем же следили девчонки из Виагры узнаете right now. На второй реальной премии Music Box у некоторых звезд это произошло впервые. Благодаря ей многие артисты дебютировали на сцене Кремля. Я вообще здесь первый раз. Я волнуюсь, я все время волнуюсь. Но мне безумно нравится все, что происходит. Волнение Наргиз оказалось не напрасным. Ни одно масштабное мероприятие не проходит без небольших технических заминок. Микрофон певицы почему-то заработал не сразу. Опустившись под музыку на колени Закирова, казалось, почти потеряла надежду. К счастью, положение спас Александр Пушной. Ну а дальше все пошло как по маслу. Награждение лучших сменялось яркими номерами. Правда, некоторым артистам для выступления понадобилось особое приглашение от коллег по цеху. Вот что должно произойти, как должны себя повести артисты, чтобы группа Hello вышла и спела? Должны, в принципе, сказать, ребята, вы офигенные, мы считаем, что сегодня вы поднимете публику лучше, чем вот эти вот артисты. Мы будем и сделаем свое дело, как всегда. На сцену Кремля ребята 19 ноября так и не поднялись. Видимо, все эти слова в этот раз кто-то сказал не им, а группе Бандерас. Зажигательному квартету в этом году не удалось обогнать винтаж и стать лучшей группой. А ведь за Бандерас болели даже их конкуренты и спицы. Собственные песни музыканты уж точно знают куда лучше, что они продемонстрировали на главной сцене нашей страны. Для победы пиццы в этот раз смс-ок не хватило, точно так же, как и группе Five Star Family. И последние, кстати, похоже, знают, чья в этом вина. 35 рублей стоит. Видимо, я не отправляла и, не знаю, может быть из-за того, что я не отправляла, мы проиграем, но надеюсь, что нет. Я просил всех знакомых, я говорил, друзья, голосуйте, не жалейте 35 рублей, отправляйте за нас смски, сам этого не делал. А вот рэпер СТ отправлял за себя сообщение, так что в удаче парень ничуть не сомневался. По крайней мере до того момента, пока вопрос не задал корреспондент Newsbox. Был сегодня какой-нибудь знак, который говорил бы о том, что ты обязательно возьмешь приз? Черт, не было знака. Вместе с СТ в номинации «Лучший хип-хоп проект» был также представлен и Джиган. Звездный качок с присущей ему уверенностью заявил, что ни в каких знаках он не нуждается. Мой трек достаточно плотно нашумел в этом году и вообще он стал гимном спорта, молодежи, поэтому знак не знак, но победить надо. Не все спортсмены поддержали Джигана, раз победила в итоге Бьянка. Видимо, рэпер недостаточно хорошо контролировал процесс голосования. Чего не скажешь о победителях в номинации «Лучшая раскрутка». Я слетила, например, в соцсетях, просматривала, как, например, наша армия поклонников, она уже у нас есть. Вот, она боролась за это место и нам безумно приятно, потому что это подтверждение, это вера в нас. Другой появился и у Сати Казановой. И хотя ее дуэт с Арсениумом статуэтку не забрал, выступили ребята так, будто все награды достались только им. За песню на испанском языке ребят вполне можно было бы номинировать на лучший креатив. Но нет, в этой номинации они вы представлены не были. А вот дискотека «Авария» была. Более того, как раз ребята и взяли победу, доказав ее заслуженность в своем очередном интервью. От имени всех мужчин хочу сказать, что вы всегда был второй раз. Кто-то для премии готовит остроумные ответы, а кто-то корону от Шанель. Сергей Зверев надел новый костюм и привел с собой целую армию настоящих красоток. Но даже при таком шокирующем наборе в своих силах король гламура был не совсем уверен. Дело в том, что я намекаю на то, что мне не дадут. Нас очень много и все очень достойные артисты. И поэтому там может быть объективно, может быть субъективно, не важно, но уже мы заявлены. Ну понятно, поэтому зная, что я не получу, так я и рад за других. Я считаю, если премию не дадут Сергею Звереву, звезда будет просто в шоке. И звезда действительно была в шоке. На этот раз в шоке от счастья. Сергей Зверев 19 ноября 2014 года на сцене Кремля беззаговорочно был признан иконой стиля. Спасибо большое. И можете рассчитывать на меня и на моих коллег. Потому что они тоже не подведут. А что, мы никогда не говорим. Нас когда звали работать бесплатно, мы всегда живем. Всегда. Раз в бою. А трактор. Отчестный. Звезда в шоке. Поздравляю. Кремль, я люблю тебя. Пока Зверев признавался в любви к Кремлю, между девушками фабричными Денисом Клявером пробежала искра. Оказалось, что артистов связывает давняя дружба. Подтверждение тому отправленные девушками смски за друга певца. По именам Денис явно никого из девчонок не путает. Тогда почему же фабрика представила его в совсем иной номинации? Никакого открытия года. Клявер мог бы стать лучшим певцом. Но, видимо, фабричных голосов и не хватило Денису, чтобы обогнать Диму Билана. Улетая, лево по ногами. Удержи руками все, что было с нами. А вот лучшей певицей, как уже известно, стала Полина Гагарина. Вместе с ней конкурировала и певица Максим, которая вряд ли сильно расстроилась. Ведь девушка стала лучшим автором-исполнителем. Сильнее остановить время. Это не я. Дело стоит бодрин. Он и не жалеет. Как и в том году, Максим абсолютно не ожидал получить такую награду. Сюрпризов и вправда на второй реальной премии Мюзикбокс было немало. И все их вновь вы уже совсем скоро сможете увидеть в эфире телеканала Russian Music Box. Музыка объединяет. На днях прошли съемки клипа на песню «Гимн» группы телеканалов Мюзикбокс. Звезды охотно принимали участие в рабочем процессе. Я на самом деле принимал непосредственно участие в обсуждении всего этого дела. И мне как бы, то есть Мюзикбокс, да, то есть мы взяли за идею, что музыка всех объединяет. Музыка нас связала. Ну, то есть стандартная фраза, которая как бы для всех понятна и работает. Соответственно, мы просто взяли как за идею музыка всех сближает. То есть это молодые, то есть у нас есть Валерия, молодая певица, очень талантливая, которая там исполняет определенную часть. Соответственно, Асти Карти, Арсений, Асти Казанова, я и, ну, я не пою, но у меня есть там одно слово. На самом деле с режиссером я уже работала, и один раз. Это была моя прошлая работа, мой клип. Мне очень нравится, мы хорошо лазим и как бы находим общий язык. На этот раз музыка объединила всех настолько, что исполнители даже стали настоящими фанатами друг друга. Вот прямо сейчас слышно музыку, я просто сконцентрировался, слушаю слова так. Давайте сейчас сконцентрироваться, послушаем. Очень классно. Сейчас Асти поет. Песня реально про любовь, вот про воспоминания наши, да, любовные. И что нам помогало в это время, что мы слушали? Мы слушали музыку, вот, Music Box. Вот это нас сближало. Music Box сближает, и мне кажется, все люди смотрят и как бы узнают что-то новое, новых артистов, новых звезд, смотрят клипы, и все это очень интересно. И мне кажется, настроение улучшается. Песня записана, клип снят. Так и до полнометражного фильма недалеко. И кто знает, может уже в следующем году артисты вновь объединятся и снимут музыкальный блокбастер, который покорит не только Россию, но и весь мир. Сидя в зрительном зале или у экранов телевизоров, мы, как правило, видим красивую обложку. Декорации, свет и звук – все предстает перед нами в ярких красках. Но что же скрывается в закулисье, что происходит с артистом до того, как он появляется на сцене? Все это и не только раскроем только вам в нашем специальном эксклюзивном репортаже. Кремлевские стены штурмом не взять. И это не строчки из учебника истории, это реальный случай на второй реальной премии «Мюзикбокс». Ведь мало кто знает, что прежде чем выйти на сцену, артистам пришлось преодолеть немало препятствий. Там дедушка на входе, который, собственно, выдавал пропуска. Есть пропускная, где выдаются все эти пейджики. И, ну, там что-то час мы пытались понять. Ну, там куча артистов было со мной, это, конечно, было тяжело. Но я не думаю, что это «Мюзикбокс» виноват в этом. Я думаю, что, скорее всего, строгая советская система, кремлевская, не дала проходу просто вот каждому. У меня сегодня были проблемы, потому что я забыл почему-то паспорт. Всегда в Кремль нужно паспорт с собой предвозить. И он звонил Медведеву. Видимо, с перепугу я один поехал на большом автобусе, ну, вместе с супругой. Мы даже не стали дожидаться других артистов. У вас был персональный автобус? Видимо, да. Надеюсь, что они не мерзнут сейчас где-то там и не вспоминают меня нехорошими словами. Мы входим просто на входе в Кремля, стоит милиционер. О, вы группа Даки? Да, здравствуйте. Пропустите? Нет, говорят, ребята, а у вас паспорт есть эти пропуски? Да не знаем, где они потерялись. Нет, ребят, извините. Мы ехали вместе с Джиганом в одной машине, поэтому у нас фактически не могло быть проблем. На самом деле, просто все красивые девушки говорят, у нас не было проблем. А все мужчины начинают узнать, у нас пропуск, и не было еще чего-то. Да, поэтому мы поняли принцип работы Кремля. Судя по всему, жесткий фейс-контроль как раз один из таких принципов. Собственно, как и дресс-код. Поэтому артисты очень ответственно подошли к выбору своих нарядов на премию. Мы устраиваем что-то похожее на передачу «Модный приговор». Вот, отправляем, устраиваем какие-то споры. Отправляем, типа, зацени мой лук. Все остальные пишут, фу, какой отстой. Ну и дура, ну и дурак. Вот так вот примерно. Вот так мы консультируемся друг с другом. Да, все приходят в трениках потом. Мне кажется, это просто удобно, лично для меня. Потому что у меня нет блестящего пиджака, поэтому одеваю просто черный. Мне вот это вообще неудобно. Я сегодня споткнулась на красной дорожке, потом решила, что мне не нужны туфли и пошла без них. Меня подбирали под платье. Стояло много мужчин, она такая, вот этот мне подходит под платье. Я такой, хух, не зря из дома ехали. На самом деле большой мешок с одеждой. У него есть башка, которую он вчера одевал, позавчера, и мы вот так вот одели. Я одела, что вот я под Гаррика. У него бабочка, у меня платье черное просто вот. Похоже, со вкусом у артиста все в полном порядке, как и с бурной фантазией. И пока шла вторая реальная премия Music Box, звезды уже придумали номинации для третьей. Премия вопреки, то есть несмотря на то, что песни, может быть, на радио не берут, на телевидение и так далее, но тем не менее артист работает и пишет. А вторую премию это, может быть, так, реалити концерты или еще что-то такое. Может быть, это то, это количество концертов, вне зависимости от того, показывают ли вы на телевидении, на радио или нет. На лучшего дрессировщика, который менеджер, продюсер, может быть, что-то такое, связанное не с артистами, а с теми, кто с ним работает. Лучшие мужские локти, да? Или как, запястье. Музыкальную придумаем? Лучшие мужские связки. Самый харизматичный артист. А какой выглядела бы статуэтка от этой премии? Большая грудь. Слушай, ребята, у нас прямо специально для тебя, мы прямо готовы прямо сейчас тебе вручить эту премию, смотри. Это, между прочим, группа корней нарисовала, и вот, знаешь, как воду глядела. Вдохновившись идеей коллег, артисты также предлагали свои варианты статуэток для премии телеканала «Мюзикбокс». Это будет нос. Нос. Вот. И вот такой вот рот. Вот. Если макет утвердите, с вас процент. Я рисую сердечко, в котором будет нарисована, наверное, нотка. Вот таким вот образом. Хорошо, что ты уточнила, что это сердечко. Не похоже, да? По-моему, похоже на лицо кого-то звезд. Алина-то лучше. Вообще не меняйте статуэток, вы представляете, такая какая-то. Здесь что-то так, чтобы... Это древо жизни? Да, дерево, вот, с «Мюзикбокс», я не знаю. Ну, это первое, что... Понятно, я думаю, да? Я думаю, что нет. Друзья, это похоже на дерево, как вы думаете? Это в следующем году будет. Какой же будет премия в третий раз на самом деле, остается только догадываться. Чего не скажешь о том, каким получился второй и, конечно, самый первый раз. Первый раз всегда больно, а второй раз всегда страшнее, да? Вот тебе-то как? Ну, какой, какой? Как я покраснел? Ты тоже покраснел? Кстати, жарко у нас, друзья, здесь на второй реальной премии «Мюзикбокс». Несмотря на погоду, вечер выдался действительно жаркий. Прорваться через стены Кремля, бежать по морозу в босоножках и получить авторскую статуэтку – такое уж точно бывает только раз в году. И это не январские праздники, это реальная премия телеканала «Мюзикбокс». Автопатия по-нашему. Несмотря на то, что премию канала «Мюзикбокс» получили далеко не все ее участники, проигравшие музыканты совсем не расстроились. Более того, они устроили зажигательную вечеринку сразу после церемонии награждения. О том, какой трэш происходил на неформальной части мероприятия, смотрите в нашем следующем сюжете. Автопатия на Арбате. Сразу после окончания реальной премии «Мюзикбокс» ее победители направились зажигать в горячий ночной клуб «Царевны». Но оторваться на вечеринке вместе с ними решили те, кто своего заветного приза в этом году получить пока не сумел. Все поддерживают тех людей, которые сегодня получили премию, и те, которые достойны этого. И все пришли поддержать на самом деле друг друга, как это обычно происходит. Мы просто отрываемся, поздравляем кого-то по возможности. Вот, собственно, и так проводим хорошо время. Это было правильно, что выбрали бьянку, потому что в этом году она реально делала крутые треки. Естественно, артисты, которые не номинированы, но которые артисты, они здесь, они поздравляют номинатов, которые победили. Но хорошо провести время решили не только музыканты. В числе гостей были замечены и весьма скандальные личности. Все большие, просто молодцы, реально. Все круто, организовали хорошо. Так что старый добрый трэш на автопати еще никто не отменял. А с кем же еще можно так хорошо повеселиться, кроме как не с телеканалом Russian Music Box? Мы сейчас это устроим, потому что нам... Нормально, уже четкий угар. Уже, да, уже чисто сейчас оттрэшимся по-взрослому. Это трэш, это трэш. Просто нереальное количество звезд, нереальное количество людей, приглашенных гостей. Люди из Турции, люди-партнеры. Очень много народа. Это экшн. Бармены душевно наливают. Но веселье весельем, а забывать о следующей премии уже в 2015 году не стоит. Тем более, что все опять будут решать только зрители, а они народ капризный. Поэтому музыкантам придется постараться, чтобы особенно удивить их своими зажигательными хитами. Нам, чтобы победить, надо показывать людям то, что ты стараешься для них, работаешь по-настоящему. Нужно быть модным, нужно быть кочевым и петь вживую, конечно. Это круто. И нужно свои клипы запускать на Music Box. Кстати, именно за свое живое исполнение кое-кто из музыкантов получил свой эксклюзивный плюшевый приз зрительских симпатий. И этот артист остался этим очень доволен. Мне действительно очень много дарят на концертах мягкие игрушки, медведей, зайчиков. Мне сегодня, кстати, больше всех цветов подарили. Для того, чтобы унести столько подарков, явно нужна хорошая физическая подготовка. Но помимо крепких мышц и музыкального таланта, у каждого артиста есть еще как минимум одна сфера, где его умения проявляются лучше всего. Секси. Шо в бизнесе? Наша группа самая лучшая в дружбе. Вот и в этот раз, похоже, победила дружба. Ведь даже те, кто остался без главного приза, уже на автопати получили свои подарки от партнера премии Titanic Hotels. А это значит, что самые волнительные моменты остались позади. И теперь можно спокойно выдохнуть и начать готовиться к следующей реальной премии от группы телеканалов Music Box. Уф! Хорошо, что все хорошо прошло. И на этом Newsbox Digest подошел к концу. Уже на следующей неделе в Newsbox вас ждут обед от Смэша и необычные звуки Jukebox Trio. Спецпрезентация, альбом от Вики Дайнека и откровения от Тони Шиповаловой. Ну и многое другое. Внимательнее следите за новостями в наших группах ВКонтакте и в Фейсбуке. А также подписывайтесь на официальный инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами была Устинова. Хороших вам выходных. Всем мир. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин